Добрый вечер, друзья, у кого вечер, в Киеве и Москве 20.01. Я с вами Александр Малко, доктор компании Островок Здоровья. Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь медициной. 15 лет посвятил абдоминальной хирургии и вот уже 9 год занимаюсь ресурсной медициной. И это медицина про здоровье, собственно. Прошлый вебинар был посвящен, в общем-то, идее и концепции этой медицины. Компания Островок Здоровья производит эту продукцию, массажную, тепловую продукцию для здоровья. В прошлом вебинаре подробно мы с вами разобрались о том, в общем-то, в чем суть, в чем ценность такого вот оздоровления ресурсного. Мы претендуем дать людям возможность подарить, познакомить с продукцией, научить, пользоваться. Для того, чтобы не страдать хроническими болезнями, мы претендуем на то, что жизнь можно все-таки увеличить. Длительность и качество жить больше 100 лет. До 80-85 лет минимум оставаться активным, здоровым, трудоспособным. И наше желание все-таки, чтобы у каждого из вас был в своем распоряжении, в распоряжении вашей семьи, такая была продукция, массажная, тепловая, которой бы вы знали, умели пользоваться каждый день и оставались здоровыми, а в случае, если у вас болезни такие есть, то от них выздоравливали. Итак, сегодняшний наш вебинар мы решили посвятить самой основной, самой распространенной проблеме. Вместе в ней, в общем-то, имеется ряд проблем, об этом чуть позже мы скажем. Ну или так, я бы сказал по-другому, что сегодняшний вебинар будет посвящен здоровью позвоночника. Мы написали заболевание позвоночника, исходя из классического подхода, потому что классическая медицина занимается, собственно, проблемами. Сегодня мы будем говорить про здоровый позвоночник, про то, как его оздоровить, как его оставить здоровым, как не дать ему болеть. Почему именно про позвоночник решили мы сделать первый частный уже вебинар? Потому что заболевания позвоночника, проблемы, которые по-разному озвучены. Всемирная организация здравоохранения фиксирует то, что на хроническую боль жалоб в спине количество увеличивается во всем мире с каждым годом. И вот буквально за десяток последних лет на 40% такие жалобы выросли. И этому есть объективные причины. Жизнь приобретает все более сидячий образ. Люди все больше времени проводят сидя. Все меньше занимаются своим здоровьем активно. Посвящают физкультуре, фитнесу, спорту. Никуда не делась статистика, которую, в общем-то, еще и 30 лет и 40 лет назад определяли. Статистика связана с школьным возрастом. Детей отправили в школу и вот к средним классам более 80% детей уже не здоровы в позвоночнике. Уже фиксируют сколиозы различных стадий. Ничего не поменялось в этом отношении. Хотя дети условно здоровыми начинают идти в школу. А вот к концу дня, к концу, вернее, своего занятия в школе, они становятся уже нездоровыми больше, чем 80%. А люди трудоспособного возраста страдают от синдрома хронической боли в спине, так его описывает классификация американская, более чем 90%. То есть, буквально найти здорового человека, у которого бы не было жалоб на боль в спине, сегодня очень сложно. Почему, собственно, «Островок здоровья» мы, компания, которая претендует оздоравливать нацию через служение человеку? На что наша претензия? О чем наша претензия? Избавиться, помочь вам лично каждому от боли в хронической спине, не допустить ее, прожить без боли в спине. И через это повысить трудоспособность, более продлить трудоспособную жизнь, вообще жизнь продлить качественно и долго, больше 100 лет жить. Зачем нужен позвоночник? Какие его функции вообще, что в нем есть? В позвоночнике рождается самый первый на слуху ресурс, о котором знают практически везде люди, всегда я много встречаюсь, провожу встречи, так сказать, оффлайн, на земле, в реальности, не в интернете. И все знают, что есть иммунитет. Так вот, основная часть иммунитета, называемая белыми клетками крови или лейкоциты, которые, собственно, они дают развиваться инфекциям в организме, раку, они рождаются в позвоночнике, в костях, в губчатом веществе. Более 80% иммунитета рождается там, в позвоночнике. Ну, соответственно, имея, если обратно сказать, имея ни качество, ни здоровый позвоночник, конечно же, это рано или поздно повлечет за собой страдание иммунитета, вплоть до хронических болезней, вплоть до онкологических проявлений, да вообще часто боления, часто болеющие люди. В позвоночнике рождается не только часть белой крови, но, в общем-то, вся кровь рождается в позвоночнике. Если, зачем нужна кровь, наверняка, все из вас знают хотя бы несколько пунктов, зачем нужна кровь. Кровь переносит вещества, кислород, обеспечивает обмен в организме, питание, выносит отработанные вещества, в общем, без крови нет жизни, проще говоря. Так вот, рождение крови происходит тоже в позвоночнике, в костях позвонков. Ну, кроме костей позвонков, кровь рождается еще в ребрах и в тазовых костях, где-то до 20% считают. Позвоночник, к тому же, выполняет функцию защитную или каркасом служит для спинного мозга. Это вот такой, условно, большой толстый нерв или ствол нервных волокон вместе от мозга ко всему, к ругам, к ногам, к органам. И если только позвоночник не здоров, конечно же, будет страдать спиной мозг. Или вот те 30 с лишним пар нервных корешков, которые, ну, вы знаете, наверняка, сами не раз уже попадали в такие ситуации, когда вот просквозило шею, немеет рука, стреляет в руку. Или неудачно повернулся, поднял тяжесть, стрельнуло в ногу. Или стал околом спина, стреляет в бок куда-то. Межреберная невралгия. Наверняка взрослая часть населения уже понимает, о чем я говорю. Вот как раз защитную часть, защитную функцию позвоночника, в общем-то, я и озвучиваю сейчас. Это очень важно. Если долго ущемляется какой-либо корешок, даже просто один, то это может, в общем-то, стать достаточной причиной для образования, например, камней в почках. Или же камней в журшном пузыре. Или дисфункции органа у женщин. Допустим, дисфункция яичников, труб, нарушение месячных. Это тоже может быть связано с ущемлением в пояснично-кресовом отделе. Или же кардиологи знают о таком синдроме, когда ущемляются верхние грудные корешки и жалобы имеются у клиентов на сердце. А сердце, в общем-то, здорово. Вот это защитная функция позвоночника. Позвоночник, и об этом знают хорошо уже специалисты-невропатологи, защищает два задних сосуда питающих мозг. Питающих мозг сосудов четыре основных, все они идут через шею. Два из них, фортебральные артерии две, идут через кости позвонков, шейном отделе и несут ни много ни мало 20% крови к мозгу. Конечно же, проблемы шейного отдела позвоночника могут навредить этой функции, оставить мозг в хроническом недоедании, в хроническом голодании. Из-за этого можно наступить уже клинически выраженные неврологические жалобы разного абсолютно спектра. От А до Я. От простого головокружения, вегетососудистая дистония, обычно еще у здоровых людей это может появляться. Нарушение сна, более сложные расстройства это нарушения гормональные, нарушения психики, я бы даже сказал, тоже за этим могут стоять. Ну или те проблемы, которые возникают в более старшем возрасте, это и болезнь Паркинсона, и катаракта, и гипертония, и опухоли в головном мозге, и болезнь Альцгеймера, старческий маразм. Вот это все, все эти перечисленные проблемы могут иметь в основе своей простое ущемление вот этого сосуда, одного или двух в шинном отделе позвоночника. Неухоженный позвоночник. И конечно же позвоночник является еще опорой для чего? Для головы, для рук, для органов грудной и брюшной полости, они так или иначе, все органы подвешены через связочный аппарат к позвоночнику. Вся грудная клетка фиксирована к позвоночнику, и относительно него делает, например, тот же акт вдоха. То есть вот такая мощная структура для опоры головы, плечевого ПСа верхнего, грудной клетки, внутренних органов. И еще одна функция у позвоночника есть, это синхронизация движения. Мы об этом даже не задумываемся, но в общем-то даже когда мы идем, бежим, сидим, поворачиваемся, голова, руки, ноги и туловище вместе синхронизированы в движении, просто потому что позвоночник связывает все вместе. Вот такая важность позвоночника. Ну не знаю, насколько ее можно переоценить. Я думаю, я думаю, я думаю, что позвоночник достоин внимания к нему. Позвоночник имеет ряд физиологических изгибов. Начну, так сказать, немножко уже непосредственно практической или предметно углубляясь в важность ухода за позвоночником. В позвоночнике есть изгибы от того, что мы прямо ходим, от того, что мы там левая рука, правая руки. И эти изгибы требуют качественной работы мышц. Их способность, вот мышцы, много говорят про то, как мышцы надо научить работать, быть в тонусе, а вот мало говорят о том, как их расслаблять и как им давать восстанавливаться. Хотя, вот когда мы сейчас дальше с вами будем смотреть на проблемы, как они возникают и как их потом, собственно, решать, то отпусковым механизмом страданий в позвоночнике являются мышцы. Об этом больше 40 лет назад сказано, уже написано. Но до сведения обычного человека, обывателя, недоведенное об этом мало, отсутствует культура ухода за мышцами позвоночника. Есть культура больше нагрузить, накачать, сделать упражнения, вот, а как их расслабить, но об этом чуть ниже. То есть позвоночник, вот, особенный в том, что за ним надо все-таки ухаживать. Мощная мышечная масса вдоль позвоночника, продольные, дополнительные мышцы, мышцы верхнего плечевого пояса, нижнего, шея привязана к позвоночнику, голова, и все это требует ухода. Условно, в достаточной степени условно, но для вас все будет понятно, все страдания позвоночника можно разделить на 5 стадий. 5, по разным классификациям смотрят, ну, через разные призмы, но для обычного человека будет понятно, вот эти 5 стадий. Какие? Нулевой стадии, то есть когда все еще здорово, все составные части, все компоненты, а в позвоночнике есть кости, связки, мышцы, хрящ. Вот нулевая стадия фиксируется, хотя для этого нужна миография. Это нулевая стадия, когда просто мышцы в спазме, от холода, от перегрузки, от боли, от удара. Когда, в частности, дети в школе, вот просто потому, что сели за парту, уже у них наступает нулевая стадия. Жалоб нет, все хорошо, человек здоровый, большой, маленький, старый или молодой. Никто не жалуется в этой стадии. Когда долго, долго длится вот эта нулевая стадия, вслед за спазмом мышц в проблему обвлекаются самое слабое звено диски, хрящи. Они хрящеподобные, с феврозными волокнами. Диски, которые амортизаторы между позвонками. Из-за мышечного спазма, длительного, не спазм, который не выключили, спазм, который длится, а никто не жалуется. Развивается дископатия. Ее тоже не видно, обычно жалоб нет, может быть легкий дискомфорт, прострелов, боли, ничего нет. Выявить, опять же, можно, если нулевую стадию на миографии, то вот первую стадию можно выявить на очень хорошем МРТ, прицельно. Это вот здоровый человек полез в МРТ или сделал хороший УЗИ. Первая стадия. Поэтому логично очень, что люди приходят жаловаться уже во второй стадии, когда появляются осложнения. Вот тот самый недокормленный диск, потерял воду, потерял качество, начал трескаться, и с него вылезает жидкая внутренняя часть пульпозного ядра. И формируется протрузия. Это предгрыжа. Потому что третья стадия будет грыжевая. И вот, собственно, во второй, третьей стадии люди обычно классически идут жаловаться к доктору, появляются у него в поле зрения, им назначаются соответствующие препараты, обезболивающие, они появляются у массажистов, поправьте, вставьте. Ну и, в общем-то, в этой стадии, особенно в третьей, уже появляются повод к оперативному лечению. Эти стадии могут длиться и десятилетиями, но если посмотреть дальше, то за этими стадиями стоят четвертая и пятая стадии нерадостные вообще. Потому что вслед за дисками и связками увлекаются кости, формируется отложение солистопороз, люди становятся грубо инвалидами. Как правило, уже это требует или огромной операции с высоким риском, или просто симптоматического лечения у невролога. Практически перспектива здесь выздоровления классическим способом является равна нулю. Вот такие пять стадий. Когда надо заняться позвоночником? Когда заняться здоровьем позвоночника? Еще раз вернусь к стадиям. Нулевая, первая. Ничего не беспокоит или дискомфорт. Вторая, третья уже жалобы, ядовитые препараты, операции первые. Четвертая, пятая – это стадии инвалидизации, больших операций и бесперспективности. Когда же начать заниматься здоровьем позвоночника? Нулевую и первую стадию все проспали, классически. Я не встречал обеспокоенных, например, родителей, которые говорят, слушайте, у меня у ребенка все хорошо, позвоночник здоровый, а как сделать так, чтобы он не заболел? Обычно жалуются на второй, третьей стадии. И обычно попадают классически в МРТ, исследования, назначения нестероидных препаратов уже. Ну или четвертая, пятая – это грубая стадия, терпел, 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 да терпелся. Появляются даже на рентгенограммах уже видны эти грубые изменения. Еще добавлю, ну как бы сказать, про сроки оздоровления, а сколько, сколько нужно оздоравливаться, соответственно, стадии. Очень интересная информация, вам будет очень интересно посмотреть, насколько прогрессивно, геометрически увеличивается время реабилитации. Нулевой стадии, чтобы просто мышцы эти выключить из спазма, допустим, после боли, после перегрузки, неудачного скручивания. Две недели всего надо мышцам, чтобы они расслабились и опять все пришло в норму. Когда диск уже нездоров, 4 месяца, 2-4 месяца необходимо хорошее уже качественное приложение усилий позвоночнику, позвоночнику, чтобы диски обратно начали питаться и восстанавливаться. Когда уже диск поломался, немного поломался, вторая стадия это протрузия, внутри диска его осложнение. Где-то больше полугода необходимо времени приложения усилий. Когда уже появилась грыжа, маленькая, большая, вот средние маленькие грыжи требуют полутора годового такого цикла реабилитации. Четвертая, пятая стадия, напомню, эта стадия уже, где люди становятся инвалидами, где уже требуются сложнейшие операции с высоким риском, то от двух с половиной лет. Много это или мало, обычно спрашивают за такой вопрос, а вот если я начну заниматься, то через сколько времени ждать результата? Я называю вот эти сроки, они описаны опять же где-то лет 40 назад уже, согласно регенерации, согласно того, как регенерируют хрящи, связки, кости. Кости имеют большой цикл регенерации, от двух лет и больше, там до восьми. Диск, напомню, имеет регенерацию где-то 6-8 месяцев, а вот там, где полтора года, это уже просто из-за связочного аппарата. Позвоночник нездоров в связках тоже. Связки перерастягиваются, они требуют большего времени реабилитации. Вот такие сроки. Причем, если говорить про стадии, там, где активно есть жалобы, активно требуется лечение или оздоровление, это вторая, третья, четвертая, пятая, то уже на половине срока, занимаясь оздоровлением, можно зафиксировать любым способом классическим, МРТ, регенограммой, оздоровление, которое происходит, уже можно на половине срока зафиксировать. Даже если протрузия или грыжа, то где-то к году пользования, чуть больше полугода, уже можно сделать контрольный срез и иметь убеждение в том, что да, я выбрал правильную дорогу. Также хотел я отдельно еще вернуться и напомнить про сроки, про стадии. В сколиозе, сколиоз проходит все те же стадии. Вот сколиоз нулевой, это мышечный сколиоз, когда смотрим на ребеночка, допустим, в школе, и все хорошо, спинка ровненькая, но мышцы надо пощупать миографом. Сколиоз первой стадии, это опять же, позвоночник еще ровненький, нет никаких патологических изгибов, но уже можно сделать УЗИ или хорошее МРТ. Вот второй, третью стадию сколиоза, как правило, диагностируют на тех же профосмотрах у детей. И уже можно видеть визуально. С третьей стадии уже родители замечают, ну а обычно родители, которые не смотрят здоровье детей, то они замечают уже детей на стадиях костных деформаций, когда требуется большая каркасная операция. То есть сколиоз, как одна из разновидностей проблем, она проходит те же самые стадии, где 0,1 проспали, 2,3 уже нужно прикладываться мощно, а 4,5 там грубая инвалидизация осы. Срок я рассказал, что предлагаем мы. Компания «Срок здоровья» и я, доктор компании Александр Малков, мы предлагаем классические тысячу лет каждому из них два приема для ежедневного ухода за здоровьем спины. Два приема. Два инструмента – массаж и тепло. Причем уже, я скажу об этом позже, ладно, мы взяли этот опыт у тысячелетий, мы взяли этот опыт у древнейших цивилизаций, мы сегодня этот опыт провели сквозь лучшие научно-технические достижения. Мы выбрали нефрит наиболее высокого качества, ну, с такой более-менее адекватной ценой, потому что нефрит – это мега дорогой камень из применяющихся для теплового воздействия. Тысячи лет, так сказать, опыта применения нефрита, массажу еще больше. И предлагаем для внимания, внимания у нашего потребителя, клиента, вот такую линейку, например, накидок, Backline 2. Обновленная версия 2015 года, где уже есть цельный нефрит. Цельный нефрит. Мы добились в производстве возможности применять цельный нефрит в роллах. Этот нефрит – прижигание, имеет функцию прижигания. Профессионально массажируется шея. Усовершенствовали шейный массаж в этой накидке. Массаж происходит в трех плоскостях. Справа налево, сверху вниз и вперед-назад. Еще каретка приобрела такую способность, техническое решение. Есть, я сказал, функция прижигания. Конечно же, мы улучшаем с каждым, так сказать, подходом дизайн. Просто управление. Два мотора в сидении. Вибро – это отдельная дополнительная функция. И такой аппарат, прибор, применим для всех стадий оздоровления. Для оздоровления во всех стадиях. Начиная с момента, когда еще ничего не беспокоит. Все части позвоночника здоровые. И заканчивая теми людьми, у которых есть очень большие проблемы позвоночника. Четвертая и пятая стадия. Можно ли с такими проблемами? Да, можно. Да, можно. Потому что ничего в позвоночнике нового не появилось за это время. Даже когда у вас наступила четвертая и пятая стадии. Все те же мышцы, но они уже, конечно, в очень ужасном состоянии. Связки постарели. Диск поломался во многих сегментах. Клоси деформированы. Но также начинаем подход, например, с Беклая. Беклайн первый – это накидка первая обновленная. Она также содержит цельный нефрит. Компания наша смогла это сделать. Смогла достичь технического такого решения. Есть функция прижигания. Массаж полноценный. С разминанием, вытяжением. Дизайн. Усовершенствовали лучше или приятнее. И в сидении есть два мотора и простота в управлении. Также накидка может работать еще от прикуривателя. Опять же, такой аппарат применим во всех стадиях нездоровья или во всех стадиях проблем позвоночных. Такой аппарат может применяться. Есть версии предыдущие первой и второй накидки, где роллы еще представлены в пластиком медицинским. Но также есть массаж шеи, прогревание, дополнительная функция. Имелся ребромассаж. И также линейка предыдущая накидок может применяться во всех пяти стадиях с нулевой. Во всех пяти стадиях нездоровья позвоночника. Такие накидки применимы на любом этапе нездоровья. Есть линия подушек массажных. Начну, конечно же, с усовершенствованных. С самых новых. Life 2. Подушка 2, которая также уже имеет цельный нефрит обязательно. Прогревание в этой подушке. Вытяжение можно использовать позвоночник. Удобно. Подушки применять тем, что можно массажировать. Трудно массажируемые части с прогибом вперед. Это шея и поясница. Простота управления. И вот функция прижигания, о которой я говорю. Эта функция полезна для омоложения связок. Для акцентированного иммунного ответа. Если в случае, например, нужно куда-то деть вот ту часть грыж, которая выдавилась, вывалилась. И вот куда ее деть, кроме как операции. Ее съедать, лейкоциты. Все очень просто. Иммунитету надо дать акцентированный звоночек. Приходи сюда утром. Поприжигаться. Кроме того, такие подушки применимы не только в позвоночнике. Не только для здоровья позвоночника, а и для работы с здоровьем ног, живота. На всех стадиях применяются эти продукты. Есть по многочисленным запросам. Мы выполнили подушку мини. Она применима, дальше вы увидите, даже в автомобиле. Ну, в первую очередь, в автомобиле. Для того, чтобы она была носить. В офис. И она легкая. Она простая. Она удобная. Она маленькая. Ее можно дарить. Ее можно применять абсолютно много где. От прикуривателя. Компактно. И на всех стадиях. Массаж. Вытяжение. Простота управления. Есть версии предыдущие наших продуктов. Они также эффективны, но без нефрита. Могут применяться для вытяжения, для массажа. Простые управления. Для других частей. Оздоравливаться. И, опять же, напомню, в всех пяти стадиях применим. Дополнительно, в 2014-2015 году мы представили внимание наших клиентов. Новый продукт, не имеющий аналогов сегодня на рынке. Это из сертифицированного цельного нефрита. Ковер прогревающий. Велнайт. В котором из пяти с копейки килограммов. Три с половиной килограмма цельного нефрита. По очень-очень-очень приемлемой и приятной цене. 479 нефритовых камней. Шиацу. Точный массаж. Размер у него как раз полноценный для любой спины. От шеи до хвоста. Прогревание с прижиганием. Есть минимальное прогревание для всей ночи. И прижигание для того, чтобы омолаживаться. Для того, чтобы стимулировать иммунитет. С появлением такого продукта в компании «Срок здоровья» появилась возможность добавить всего-навсего себе 2,5 тысячи часов в году оздоровления. Это 8 часов еженочно. Плюс 8 часов. У вас проходят сутки за сутками. И 8 часов вы не просто спите, не просто отдыхаете. А перезагружаетесь, оздоравливаетесь на ковре «Волнать». Ковер применим с нулевой стадии. Лично у меня такое мнение. Я так думаю, я уверен в этом, что такой продукт вообще нужно дарить, отправляя ребенка в школу. Отправили в школу, и все, пожалуйста, подарите ему ковер. Потому что у него начнут напрягаться мышцы. У него спина еще здоровая, а мышцы начнут напрягаться. Купили компьютер, подарите ковер ребенку. Не обсуждается. Ночь или вечером он должен расслабить мышцы после дня. После того, как он сидел 6-10 часов. Перегружал мышцы. Вот сам простой, надежный, приятный. И даже цвет ему приятный. И, конечно же, есть линейка. Более, так сказать, тяжелая артиллерия. Полноценная, полномасштабная. Это кресло. Массажное кресло. Многофункциональное. Риджойс обновленный. Наш любимый. Сегодня вообще он занял такую позицию. В него влюбляется с первого взгляда. В нем есть массаж. Л-шейп. Самая длинная каретка. 3D массаж. Воздушная компрессия. Полноценная с лимфодренажем и антицеллюлитным массажем. Нулевая гравитация. Особенная мысль. При ее применении в положении нулевой гравитации. Минимум тратится энергии на кровообращение. На толчок крови от сердца. И возвращение к сердцу. В нулевой гравитации. В положении особенным. Максимально расслабленные. Сгибатели и разгибатели во всем организме. Так сказать. Поза эмбриона. Или поза, которую отправляют в космос. Космонавтов. Вот в кресле есть возможность выполнять вот такой вот комплексный массаж. Да еще в самом выгодном для организма положении. Простое управление. Массаж ног. Ну сравним. Я знаю. С самыми лучшими тайскими массажистами. Ну и вот наши маркетологи так считают. Я с ним согласен. Что такое кресло можно сравнить с тремя массажистами. Которые вас массажируют одновременно. Хотя я думаю вряд ли кто-то из вас сразу подвергался массажу тремя массажистами. А мечтали. А все мечтали. Три массажиста. Сразу. Один шею. Второй спину. Третий ноги. И так. Вот это делает Реджойс. Кресло Реджойс применимо во всех стадиях абсолютно. С нулевой. Ну я много работаю. Или у меня там моя семья много работает. Или мой офис. Мои сотрудники много работают. Что нужно сделать для того, чтобы они работали долго, качественно. Мне не пришлось их так сказать заново нанимать. Или оплачивать им больничные листы. Купить кресло Реджойс. Для того, чтобы во время оздоровления еще и релакс получать. Огромная порция кайфа от массажа. Выделение эндорфинов. Кресло Грейс. Новое обновленное кресло. Народный любимчик. Обновилась версия в 2014 году. Воздушный массаж компрессионный. Нулевая гравитация. Простота управления. Массаж ног. Ну, вместо трех, два массажиста. Где-то так. Руки не массажируются в этом кресле. В сравнении с Реджойс. Такое кресло применимо во всех стадиях. С нуля до пятой. Можно оздоравливаться. С чего начинать, что выбрать. Здесь, конечно же, я не обойдусь. Я не возьму на себя все ответственности. Потому что оздоровить позвоночник мы претендуем вам предложить каждый день. Познакомиться со всей линейкой продуктов. И выбрать для себя что-то. С чего начинать. Конечно же, для этого в нашей компании и есть наши островки здоровья. Где обученные, квалифицированные специалисты компании. Вам помогут. Продемонстрируют. Сделают презентацию. Ответить на ваши вопросы. И самое главное. То, чего нет еще в других компаниях. Но мы этим занялись. Наши специалисты могут подобрать вам необходимую дозу воздействия. С чего начинать. Сколько много массажа делать. 10 или 30 минут. 2 раза, 3 раза в день или раз. Или может одни ноги. Или может только поясничку. Или может просто шея. Доза открыта. Разновать принцип дозы отклика. В обучении наших специалистов. Мы этот принцип изучаем. Очень подробно. Принципиально. Мысли о прошлом семинаре давал об этом. О том, что в общем-то. Снижая дозу. Мы можем добиться того, что при самом минимальном воздействии массажем и теплом. Можно воздействовать буквально на любого человека. Любой человек может применять массаж и тепло. И подобрать себе вот эту минимальную дозу. А если, например, другая крайность. Я хочу быстро все сразу, потому что дать некогда. Я включаю все по максимуму. Делаю там и 3, и 2 раза. И всю ночь сплю. И на высокой температуре. И много прижигаюсь. Быстро привожу себя в порядок. Мне, так сказать, на обострение обращать внимание не хочется. Не обязательно. Обращаю внимание на обострение. Этим занимаются специалисты на островке. Я, как доктор, доступен всегда для консультативности. Регулярно у нас проходит обучение. Совершенствуем. Разбираем все продукты. Как они работают. Каждый новый продукт. Вводится через обучение принципиальное. Если противопоказать. Хотя я сам протяну слово противопоказание. Ну вот, есть ли ограничения применения таких продуктов для оздоровления позвоночника. И лично я убежден, что таких ограничений 2 или 3. Это оперированный позвоночник. Первые полгода надо быть мега аккуратным. Но особенно 2 месяца. Не перегревать. Не применять активный массаж в область позвоночника. Второе ограничение касается онкологического заболевания в области позвоночника. Вот место, где рак был, есть или может быть. И массаж и тепло применять не надо никогда. Во всех остальных случаях я уверен, что можно начинать оздоровление. Используя вот тот самый принцип дозы отклика. Ну, допустим, есть острая ситуация, при которой не нужно воздействовать массажем в пояснице. Но в это же время можно оздоравливать шею. Эта ситуация острая длится 2-3 недели. После этого стадия острая уходит. Начинается неострая стадия. И уже можно потихонечку делать аккуратный массаж. Наши специалисты и я доктор для этого в вашем распоряжении. Беременным обычно спрашивают. Можно начинать с положения массажа сидя немного, 3-5 минут. Пожилым спрашивают. Задают такой вопрос. Да, пожалуйста. С пожилыми. Люди пожилые хотят, мечтают. Как и беременные, в общем. Чтобы их чуть-чуть помассажировали. Ну, немного. Но не так, как 30-летнего с мордой красной, так сказать, мужчину здорового. А меньше, чуть-чуть, немножко. Этим, в общем, занимаются наши специалисты. Принципиально готовы вам помочь выбрать нужный для вас режим оздоровления. Доктор в компании есть. Доктор занят обучением. Доктор занят консультированием. Сотрудник на островке готов вместе с вами составить ваш собственный режим. Выбрать его лично для вас. Что происходит по факту у наших покупателей, чтобы не быть голословными. У наших клиентов, потребителей. Сон самое простое. Боль в суставах, аллергии, поясничные грыжи, остеохондроз, давление. Все это излечивается или уходит, исчезает при пользовании нашей продукции. На что мы претендуем? Мы не просто говорим, что наша продукция самая лучшая. Мы еще подтверждаем сотнями историй выздоровления наших клиентов. В различных городах России, Украины, Белоруссии и за рубежом. В различных городах наши клиенты оздоравливаются. Они благодарны. Они с удовольствием дают нам интервью. О том, как, собственно, они оздоровились. Вот, обещал показать, например, такое вот интересное применение подушки в лайф-мини. В автомобиле. Это вот дочка одного из наших партнеров из города Тольятти. Уже учится ездить. И, наверное, папа с мамой рассказали, что у водителей есть страдания позвоночника. Они, так сказать, в группе риска. Это наши довольные клиенты. Не скажу точно, с какого города. Уже давно потерялся. Вот так вот учат нас, наших клиентов, наши сотрудники, партнеры. Это вот тоже довольные клиенты в кресле. Грейс. Шелтер-кресло. Наш партнер Елена Макарова из города Уфа. Еще одна семья осталась счастливчиками. И еще одна семья решила продлить себе качественную жизнь. Как получить рецепт оздоровления? В Фейсбуке и ВКонтакте есть группы Островок Здоровья, где вы можете писать, задавать вопросы. Ну, кстати, как мне уже сказали, пообещали, что в следующем вебинаре, который пройдет где-то через две недели, точно мы сообщим дату. Также во вторник. В следующем вебинаре можно будет даже в чате прямо задавать вопросы непосредственно о том, о чем вы слышите, о теме. Следующая тема вебинара будет, я скажу позже о чем. Итак, где непосредственно для меня? Я хочу, у меня, я понял, позвоночник мне нуждается в сопровождении, в оздоровлении. Где? На Островке непосредственно. В соцсетях есть группы. На Островке Здоровья. Там, в вашем городе, есть Островок Здоровья. Можно понайти его адрес, или вы уже там что-то приобретали, или уже ходили на апробацию, на тест-драй, так сказать. Можно писать прямо на почту. На почту clubsobakahealth-island.com. Это почта, куда можно задавать свои вопросы, писать свои пожелания. Мы очень внимательны и отслеживаем обратную связь от наших клиентов. Мы несколько ситуаций, даже было таких, где мы улучшили благодаря клиентам, отзывам, качество даже, предоставляемых услуг и своих продуктов. Поэтому от вас мы ждем вопросы и по прошлому вебинару, и по сегодняшнему поздравлению позвоночника. И о чем будет третья лекция, 2 июня. И через 2 недели, в 20.00, также лекцию мы предложили взять, ну, вернее, исследовали мнение, о чем было важно говорить. Это о здоровье ног. Третий вебинар будет про здоровье ног. Ног всего 2, на одной жить неудобно уже. Поэтому про ноги надо немножко подумать до того, как они начнут выходить из строя. Ну, даже если они начали выходить из строя, мы, компания Срок Здоровья, готовы вам предоставить весь спектр услуг, познакомить, научить, сопроводить выздоровление ваших ног. В ногах есть кровоток, в ногах есть нервы, суставы и много чего есть в ногах. И, в общем-то, за день вы проходите где-то до 10 километров и переносите до миллиона килограмм своими ногами. Это вот, как сказать, говоря про ноги, про важность. Третья лекция состоится 2 июня. Сегодня мы с вами, напомню, говорили про позвоночник, про его важность, про то, как люди не быстро учились думать. Но мы в компании Срок Здоровья предлагаем все-таки заняться здоровьем позвоночника. И у нас для этого все есть. Великолепный продукт, квалифицированные, обученные, внимательные сотрудники. И, конечно же, я, доктор Александр Малков, был с вами сегодня во втором вебинаре про позвоночник. Третий вебинар 2 июня в 20.00 по Москве и Киеву. Про здоровье ног с островком здоровья. Пожелаю вам жить до 100 и больше, а до 80 активно трудиться и радоваться, приносить радость людям, оздоравливать своих родных и близких. Компания Срок Здоровья. Здоровье наций через служение человеку.